Всех с добрым утром, дорогие друзья! Вы на канале Саша Таня Лайф и мы рады вас видеть у нас свобода попугаям, павлином, мышкам и всем остальным. Мы на свободе! Наконец-то мы официально выбрались из дома для того, чтобы покорять мир. Сейчас поедем, короче, прогуляемся по магазинчикам. Покорим магазин. Покорим магазин, если нас пустят. В общем, мы взяли с собой справочку о том, что у нас негатив был вчера в обед. Это было вчера. Таня взяла термины в несколько магазинов. В один. Потому что дальше я не знала, как пойдет. И мы, в общем, поедем, посмотрим, сможем ли мы куда-нибудь зайти и что-то вообще купить. Каждый раз приезжаем мимо вот этого вот госпиталя. Вот этого. Вспоминаем, что здесь Таня рожала немочку нашу, Милангу. Вот сюда я привозил их. Ну, в принципе, у нас больше никто не рожался в Германии. Поэтому каждый раз вспоминаем. И, в принципе, наших знакомых здесь тоже дети не рождались с других пареньицей, да, в госпиталях? Да. Каждый раз вспоминаю, как привез Таню. Поехал на обратном пути домой. Ну, ехать минут 15. В магазин ты еще заехал. Да, заехал в магазин. И в магазине мне уже Таня позвонила, говорит, родила. Я только в магазин зашел. Ну, ничего себе. Вот это, ну, может, грубо изучать, да, как конвейер, блин. Просто отработала. Отработала уже третий раз. Я говорю, я офигел просто. Я только с тележкой пустой еще стоял. Все, родила. Как? Я не подумала, что это прикол. Ну, у меня всякие мысли были в голове, блин. Ну, как минимум в шоке я точно был. Да, для тех, кто не слышал мою историю. Мы же, получается, переехали только-только. Буквально позавчера, да? И во время переезда, я, видно, меня продуло. Я заболела. У меня была температура под 39. Насморк, кашель, сопли. В общем, все подряд. И вот на утро рождественское 24-го я проснулась. Спать нормально даже не спала. Вся опушая. С температурой больная. В 9 часов утра проснулась. Ничто вообще не предвещало еще. Мы с Сашиной мамой по скайпу разговаривали. Она тогда еще в Латвии жила часик. Маму отболтали. В 10 часов положила трубку. Понимаю, что-то, наверное, да, начинается. Потом как-то подрастающе. Все так быстро, все так резко. В 11 я Саше говорю, поехали. Или чуть раньше даже. Нет, наверное, в 11 мы приехали, да, уже в роддом. Но уже когда ехали, я уже чувствовала, ну, уже так хорошо схватки, да. И в 12 с небольшим, блин, сейчас не помню уже время. 12-15 где-то так, по-моему. Я уже родила. То есть в 9 часов я еще и не собиралась даже. А в 12 я уже родила. А ты помнишь вес и рост, Миланин? Она была 50, по-моему, 3 сантиметра. Примерно, нет, точно уже не помню. И 3 500 с чем-то, 3 560, что-то как-то так. Она самая мелкая была, ну, потому что она, ну, в смысле, из наших троих. Потому что она должна была родиться 31 декабря, но родилась на неделю раньше. Ну, да, у нас самый тяжелый был Тимур, да, 4 скука? 4,80 он был. И было 56 сантиметров. Да, Тимурке было там тесновато. Ну, я тогда и была, помнишь, как бомбочка. Мне тоже в квартире было тесновато. Да. Короче, людей в магазине вообще минимум. Ну, потому что в 10 только открывается, Саша. Мне надо выбрать какие-то вот таковочки по штангам. Таня, хочешь штангам для велосипедов скататься? Просто у меня есть короткие, я по дому их ношу. Ну, очень классные, кстати. Ну, нет, это тоже короткие, Саша, но нет. Ну, и что? Как на велике, нормально? Холодно. Почему холодно? Потому что я мерзлячка. Так, ну, летом, как холодно. Да, тут кармашки себе даже есть. Это хорошо или плохо? Ну, хорошо, чтобы что-то положить можно. Ладно, подержи, я еще посмотрю. О, кстати, как раньше, как в нашем детстве-то, юности. Вам пасса, да? Классная? В ХМ была пару лет назад тоже такие. Запустили нас, короче, вообще без проблем. Сразу спросили отрицательный тест, попросили какие-то документы, там, паспорт, права, не знаю, что-нибудь, где можно почитать нашу личность и все. И мы зашли на час. Не знаю, все, ни что. Таня тоже говорит, что выбора мало. Нет, мне кажется, ничего не привозят сейчас, наверное. И померить нельзя. Вот что, проблемы. Ну, это логично, что ничего не завозят, потому что людей-то и нет. Саша в интернете не покупает, поэтому пойдем, может, что это. Блин, я обожаю сплошные купальники. Я Тане уговариваю купить сплошной купальник, она еще до сих пор не купила. Не знаю, мне почему-то нравятся сплошные. Начинается спортивного типа, да? Ну, да. Вот такого? Вот, типа такого, да. Вот, прикольный. Ну, не знаю, как он будет здесь легко смотреться, конечно. Это все мерить надо, это все такое дело. Непольно. Давай, подержу. Вот, корзину взять, по-моему, наверное, было. А вон есть, да? Давай, я подержу. Ладно, пошли. Вот, Таня, мог быть такой купальник, Фила, а у меня могли бы плавки быть. И мы выкруто смотрели с тобой. Такая парочка. Филателистов. У меня есть еще один новый купальник, который я даже не выгуливала. А вот тема, какие мы спортивочки себе купить. Вот я хочу точно, потому что у меня уже нет никаких нормальных. Таких, чтобы каждый день носить. На прогулку, на велик, чтобы просто отдел пошел. Вот такие, я думаю, можно сделать. Не знаю, ну, чисто так, на ощупь. Ну, вроде так выглядит как раз. Это XL. Может, ничего такие. Ну, и цвет такой нормальный. По цвету мне эти больше нравятся, чем вот эти вышли. Они сейчас, кстати, по микрофону предупредили, что те, кто зашел в 10 часов по Тельмину, идите уже потихоньку к кассам. То есть, они заранее предупреждают, чтобы все шли к кассам. Когда-то я себе здесь нашел хорошие очки. Которые до сих пор ношу. Примерять надо. Бывает здесь что выбрать иногда. 40 евро. Что за фирма? Дизель. Смотри, классно мне. Ну, такие стили. Мне кажется, на стиле. Они как-то маленькие. Если честно. Что ты там возмущаешься? 70 евро. 76 даже. О-о-о. Нет, Зай, нет. О-о-о. Это дорого? 76 евро? Блин, двое штанов и носки. Но много носков, но все равно. Классные. Что, вот эти интересные? Да, вот эти классные. Это мужские вообще-нибудь? Они маленькие смотрятся. Они какие-то необычные. Ладно. Нет, Зай, тебе подходят очки подороже. Такие тебе не идут. Ну, эти тоже подороже. Нет, у тебя начиная от 300 евро очки только заходят. Да? Да. Эти стоят 65, а так 185. Нет, нет. Это не твой формат. Это не твой формат. Да прям. Нет, классно. Нет. Да? Нет. Может быть, у меня такое похожее есть. Примерять очки в маске, это вообще, блин, лучше не придумаешь. И вот когда еще такие вот хренусени висят, ты прям видишь четко, как они на тебе сидят. Прям вот, ты видишь идеально. Вот я вижу прям вот, да, мое. Вот это вот все, вот это вот все. Как можно примерять это? Диор. Блин, короче, мы уже были, Таня была на кассе, уже заплатила за все. Мы еще стояли, выбирали очки, и то все, и нас на раза три еще спросили. А вы были на кассе? Мы уже были, вам уже пора. Вам пора на кассу. Мы были уже на кассе, блин. Мы стоим, выбираем, что-то еще смотрим. Короче, дурдом, кайфа ноль. Вот, ладно, идем дальше кайфовать, короче, посмотрим. Кайфовать. Но дальше терминов нет, сейчас не факт, что мы еще куда-то попадем. Мы идем в торговый центр просто на халяву посмотреть, возьмут нас куда-нибудь, не возьмут. Таким пустым торговый центр я не видел. А смотри, многие магазины закрыты. А, закрыты, точно, да. Ну реально, он офигенно пустой. Я почему-то думал, что торговый центр работает вовсю, а он оказывается не работает. Шесть. Зайдем сейчас в снайпс, делаем термин. Таня записывает. Здесь просто делаешь, сканируешь QR-код, и делаешь термин, и заходишь. И тоже с тестом, блин. Ну, с тестом везде, это без этого не так? Да. У них, кстати, здесь бывают кепочки неплохие. На мою лысую голову. Тебе нравятся кепочки? Я даже не знаю. Я как-то неплохая кепка. Такая, что прям вар. У тебя есть такая синяя, да? Похоже. Похоже. Мне по-своему нравятся такие кепочки, как раньше, с сеточкой. Вот такие, с сеточкой. Прикольно. Короче, смотрите, я такие вот снайпс примерил здесь. Штаны, кофту. Сам прикол, что когда я примерял кофту, у меня вот что застало на голове. Смотрите, как наждачки изнутри. Ну, короче, штаны такие у нее еще. Штаны ничего, да. Такое реально подлысого, да? Такое коп стайл такой. Все, валим из торгового центра. Короче, мы купили вот такой вот целый пакет снайпс. И я, как ни странно, доволен, что я смог найти себе штаны, кофту, кепку. Это, в принципе, то, что я и хотел. Таня вообще, говорит, не по кайфу ей сегодняшний шопинг. Вообще, она все почти закрыта. Если открыта, вот это вот по времени, запишись. И ходишь в напряги, где-то не помериться. Да, ну, лучше онлайн, реально. Но я, так как такой шопоголик, который ходит раз в три года в магазин, в принципе, нормально. Я себе купил штанов еще на лет пять, она вперед. Кофту и нормально. На лет пять? Ну, вообще, да. Ну, так и будет, если не больше. Мне пофиг, мне лишь бы удобно. И пока целое нашел. Саша такой был не всегда. Да. Таким я стал в Германии, наверное. Да. Раньше он любил ходить по магазинам, покупал себе очень много шмоток. Так, возьмем сейчас чай, кофе попьем. Я возьму латте на чай. Ну, что вам сказать, друзья. Шоппинг наш, в принципе, завершился. Сейчас поедем домой. Ну, еще затарим с продуктами за один только. Какие-то итоги хочется подвести. Ну, такая каша в голове. Вы знаете, что печально все это выглядит. Очень печально. И мне жалко людей. И мне жалко даже себя, что я в этом маскараде участвую. Какое-то все унылое. Люди в этих масках. Все закрыто. Половина не работает. Какие-то термины. Какой это дурдом вообще. Боже мой. Я не знаю. Вот кайфа, честно говоря, вообще ноль. Я, конечно, реально рад, что я купил себе хоть что-то. Чтобы мы не зря съездили. В принципе, с тестом есть возможность у вас пойти в магазины. Но это все так как-то. Ну, люди постарше, которых, допустим, проблематично зайти и сразу сходу в онлайн термин взять или что-то такое, да, то у них будут определенные сложности. Вот я просто представила мою маму или твою, да. Ну да. При нас же приходили, мы видели, как приходят люди уже постарше. Говорят, а можно зайти? А сделайте онлайн термин. Они, ааа. Можете прямо сейчас, мол, в телефоне. Но люди не разбираются. Да, и люди, ну ладно, мы пойдем. То есть, зачем эти типы? Ну, блин, короче, я не знаю, мне двоякие такие какие-то, даже троякие какие-то чувства. Я не знаю, у меня вот так все в голове. Я понимаю, что нахрен. Вот я сидел дома, я всего этого не видел две недели. Кайф. Да я, в принципе, в город не хожу, да, мне кайф. Я не вижу этого. У меня есть там работа, дом, какие-то свои дела, прогулки. Все по кайфу. Заходишь сюда, вот в этот вот муравейник с масками. И понимаю, что лучше бы я этого не видел. Какой дурдом вообще. Ну, с другой стороны, переживем, подумаешь. Ну, переживешь, да. Лишь бы не было войны, да, пусть? Ну, да. Ну, хочется, я сейчас Тане говорю, хочется просто сесть и уехать куда-нибудь на острова. Просто на какой-нибудь остров, где всего этого нету, где люди не ходят в масках, где тепло и хорошо, и шумит море. Все. Я думаю, что... Ну, идеально. Ну, или хотя бы, ладно, хотя бы в Грецию, как в прошлом году. Хотя бы в Испании. Ну, или хотя бы в Испании. Ну, хотя бы куда-то. Я уже говорю, хотя бы в Голландию, потому что даже в Голландию сейчас, по-моему, нельзя с палатками ехать на море. Так что я уже на любой вариант почти согласен. Тут нельзя, там нельзя, то нельзя, а тут, а это. Ну, вот так же так. Ну, мне кажется, если уже я напрягаюсь, то, наверное, хотя у меня терпение, в принципе, сильное, то я думаю, что само напряжение в обществе, я думаю, оно сильное сейчас. И люди вот, мне кажется, вот-вот где-то это все выплеснется прям какой-то людской такой жесткой яростью, я не знаю. Ну, это все куда-то должно выплеснуться. Вся эта энергия накапливается в людях, она должна где-то выплеснуться. Что-то будет, потому что конца еще не видно. И сейчас, когда людям хочется весны, лета, какого-то отдыха, уединения, и всего этого им не дают, где-то это прорвет. Ну, я, конечно, не желаю, чтобы здесь какие-то войны начались, но где-то это вся энергия. Ну, это закон физики. Энергия должна где-то вырываться. Как-то так. Ладно, мы сейчас едем в русский магазин, затаримся продуктами какими-то, заедем в обувной, потому что обувь я себе так и не нашел. И все. И на этом наш шопинг заканчивается. Обувной, когда мы планировали сходить, он закрыт, да. Приехали, Таня берет сейчас термин, чтобы зайти. А я выставляю табличку, сколько сейчас, 12.30. Я должен выставить на 12.30, чтобы мы приехали. Два часа. Без этой штуки вас, короче, оштрафуют. Я не помню, насколько, везде, мне кажется, по-разному. 20 евро, мне кажется, было. 20, может, 30, не знаю. А может, больше уже, хрен знает. Кто знает, сколько штрафов. Но сам факт, что вы сейчас приезжаете в магазин, неважно, в обувной или продуктовый, бля. Вам нужно, я извиняюсь за выражение, просто у меня эмоции эти, бля, вечно. Вам нужно вот эту хрень поставить. Странка пустая, но поставь, иначе оштрафуют. Да, у нас было, что оштрафовали. И мы говорим, как так, пошли мы в обувной. Мы же у вас, ваши клиенты, мы же покупали. Мы только вышли, смотрим, штраф лежит. Они сказали, теперь вам нужно написать письмо, предложить чек, показать, что вы были реально в магазине. И нам сняли это. Это было давно, тогда еще прокат было. Они только вводили тогда эту систему. Ну, по сути, если вы приезжаете в первый раз в Германию, вы можете даже этого не заметить. Вот там вот маленькие такие таблички стоят, видите, вот там. Вот они. То есть, ну, вы как бы можете просто не заметить, не понять, что это надо делать. Мы приехали, как люди нормальные, на стоянку поставили и пошли. Хотя полчаса у нас на покупку обуви. Успеем? Не знаю, это мало очень. Ну, так как тебе одному надо обувь, то, наверное, успеем. Если бы мы были здесь с детьми, то точно не успели бы. Где-то с мусорником. Мусорника в Германии нету. Покажите мне, где мусорник. Видите, в Германии нету мусорников. Чтобы вы знали, что проблема с этим постоянная. Чтобы выбросить, мне нужно пойти в конец другой. Вот один есть, на всю эту округу. Короче, здесь такая же история, заполняем данные. Вы слышали, вы поняли вообще? У нас, короче, уже просрочено. У кого было просрочено? У меня? Да, в обоих, на самом деле. А, в обоих. Короче, у нас уже было пару минут просрочено. Потому что 24 часа действует негативный тест для них. А мы делали вчера без 10-12. Да. Полчаса уже просрочено. У нас все равно пустили в виде исключения. Можете зайти. Любезно. Спасибо большое. Короче, надо брать скетчерс. Скетчерс. Вот такие вот черные, классика. Light white. Они удобные. Не марки. Пойдет, в принципе. 44 размер. По-моему, нормально. Я вообще хотел за 100 евро взять, но эти стоят 50. Поясняю почему. Потому что, почему я хотел подороже. Потому что мне для работы. И начальство их оплачивает. Поэтому я хотел взять за сотку. Но выбора, честно говоря, нет. Так что начальнику повезло. Я для него сэкономлю 50 евро. Мы вообще пришли к выводу в стане, что товар какой-то весь замшелый. Везде. Старый. То есть видно, что завозов новых почти не делают. Денис, наверное, в Snipes. Более-менее там новый товар был. И то немного. И то немного. А так везде. Походу еще скидка будет 20%. А еще и скидка будет на них? По-другому. Блин, я тогда взял бы, может, две пары. Ну не пойдем, да. Ты знаешь, мне по ощущению, как будто бы я хотел быть чуть-чуть поменьше. А вот такие, нет, Саша? Вот эти на резинке как есть. Эти штуками вот репут. Как будто бы немножко свободные. Хочешь немножко, чтобы был поукружен. Ну, про меня они не очень. Вот такие кроссовки, не знаю. Ох, какие они жесткие. Ой-ой-ой. Маленькие. Там еще половина была, короче, что это. Не, они прямо обтягивают. А, здесь еще бирки эти. Я ненавижу, когда вешают вот эти вот чипы. Блин, ты не можешь нормально примерить вещь. Ни очки, ни кроссовки. Не, вообще не катит. Не, не вариант. Таня принесла еще вот такие Найки. Найки. 75 евро. Ох, какие они жесткие. Надо расшнуровать, наверное. Короче, не знаю. Скетчерсы удобнее все равно. Но, в принципе, другим можно. Короче, скетчерсы победили. Вот такие. Самые они оказались удобные. Самые нормальные. 50 евро. И еще 20% скидка сегодня на всю обувь. Так что, в принципе, копейки. Их мы берем. Я вот о другом думаю. Там Таня сейчас тоже обувь убирает. Вот здесь стоят кепочки. Кстати, у них бывают часто хорошие кепочки. Но у них нигде нету зеркала для кепочки. Да, это надо идти прямо туда, далеко. Чтобы примерить кепочку. Почему возле кепок не поставить вот здесь зеркало? Чтобы я мог ее здесь примерить. Или кепки возле зеркала. Ну, в чем логика, да, реально? Кепки и зеркало. Это было бы логично. Я вот сейчас стою и не знаю, подходит мне или нет. Хорошо, когда есть жена с собой, которая скажет. Вот такие кроссовки мы с Таней заказали сейчас в интернете. Конверсы. Но Таня нашла их здесь. И здесь они получаются выгоднее. 20% скидки. В интернете было 15% только. И Таня думает, может взять здесь, а те потом просто отправить назад. Да. Все, доставка бесплатная. Классно смотрится. Очень прикольные такие летние кроссовки. Я себе такие же заказал, только кожаные. И что, думаю, может быть зря. Может нам вот тоже для общего сыграть. Может быть мы здесь не кожаные. Классно смотрится. Очень легко и по-летнему так. Классно. Вообще прикольные. Давай бери здесь. Здесь же больше скидка. Один мужский я тоже хочу померить. Короче, вот мы разложили то, что сегодня купили. В принципе, не так-то и много. По сути. Вот тут мои кроссы. Кипарь вот этот я взял. Кофту Adidas. Двое штанов. В принципе, у меня это все. Здесь вот Артемкины шмотки. Это Артем твоё, кстати. Если тебе интересно. С чего начнем? А, это, кстати, Танина. Да, это мои. Танины кроссы и носки. И мои штанишки еще. А вот Танины штанишки. Нормальные. Не так, чтобы в восторге. Ну классно, ну встань. В полном носе идёт. Хорошо. Хорошо смотрится. Ну что, у тебя, смотри, тебе понравится? Сказывай ему-то. Так, метров курт. Дядь? Ну да. Ну да. Когда дует дождь. Дождило. Классно. Ветер. У тебя была такая застежка? Не очень удобно. Пойми. Будет гониться? Мне кажется, классно. Иди. В зеркало поднимайся. Штаны. Ну, по мне, они, конечно, тепловатые. И я не знаю, как они связаны. Я типа тоньше, которую ты сейчас носишь. По длине как? Не короткие? Ну так. Ну иди пример. Ток-ток-ток. Это эска. И на, заодно кофту померяй, Артём. Выйдешь уже сразу. И вот такая кофта. Кейс, а тебе ничего. Извини. Да. А ты что-то хотел? Ты что-то хотел? Ты ждал нас. Ты скучал, ты плакал. Да? Нет, Доня. Нет? Тебе было хорошо без нас? Балдёж такой. Такой балдёж. Собаки, да? Что-то в газе попал. Ну, что, короткие они или нет? Ну, может быть, ничего. Может, так надо. С кроссами, нет? Просто, если брать М размер, они бы шире, или еще были бы, да? Нет. Ну, а так? Артём. Так, круто. А кофта как тебе? Прикольно. Ты что, что они оставляли, или нет? Не знаю. Одень с кроссами. Как смотрится. Иди сейчас угоди подросткам. Я могу носить, это С. Ты можешь носить? Конечно. Носи. По-моему, норм. По-моему, да. По-моему, нормально. А? По-моему, нет. Почему? Ну, самое не. А что с ними не так? Мне нравится. Не нравится? А по-моему, классно. Все мужа скоро как раз будет. Подумай еще, походи немножко. Саша гоп-стайл. Нормально? А можно от драг-дилеров? Помню, нормально, очень удобно. Ты прямо вот так налегке оделся, по легкому и пошел. Прикольно. Кстати, вот эти часы я тоже померил. Я не стал показывать. Но они тоже нормально. Но они хорошо выглядят, да. Тане тоже понравилось. Они уже. Ну, такие прикольные на каждый день. Так что вот так. Мои вот еще носочки. Мои носочки еще. Тут красненькие и... Фу, красненькие, блин. Черненькие и беленькие. И Артемкина. Ну, это мы показывали. И Тибуркина. Ну, это все наши покупки. Что-то я подумала, может отобрать у Артема курточку. Артем сказал, что не знает, когда ее будет носить. Ну, а? Нет, ему она понравилась. Он говорит, ну, когда мне ее носить? Говорит, когда тепло, куртка не нужна. Когда холодно, у меня есть другая. Я говорю, когда дождь. Он говорит, а? Просто я не помню, у него в прошлом году мы покупали ему дождевик. Он, наверное, его 8 раз отделает он вот так. Я думаю, оставь себе. Прикольно смотрится реально. Ну, в таком комплекте вообще. Подвигайся. Вообще круто. Ну, можно все вместе носить. Вот, даже замочки. Смотри, кик. Смотри, кик.